Чтобы стать студентом и получить диплом о высшем образовании, российским школьникам необходимо сдавать ЕГЭ. Каждый год процедура сдачи экзамена усовершенствуется, появляются новые правила и тонкости. В 2024 году основной период единого госэкзамена пройдет с 23 мая по 1 июля. Досрочный 22 марта по 22 апреля. Дополнительный с 4 по 23 сентября. Всем участникам ЕГЭ предоставляется возможность пересдачи любого экзамена, но только одного. При этом нужно помнить, и это очень важно, что первая попытка, если ребенок решил пересдать экзамен, будет аннулирована. Об этом нужно помнить. И главное здесь оценить все свои силы и возможности. Если вы набрали неплохой балл, 60-70 баллов на экзамене, то нужно, конечно, взвесить все свои возможности, чтобы прийти на пересдачу. На тех ребятам, у которых, конечно же, первая попытка не получилась, такая возможность будет предоставлена. Чтобы пересдать экзамен, выпускнику необходимо будет подать заявление и прийти в резервный день на повторное тестирование. Чтобы ЕГЭ и ОГЭ прошли для школьника без дополнительного стресса, наблюдатели пунктов приема экзамена проходят обучение. В этом году подготовка учителей тоже в обновленном формате. Наблюдатели сначала прошли теоретические занятия, а затем их ждал интересный квест. Что сделать организаторам, когда они вас проверяли, даже если у них работал искателем? Попросить в личные вещи. Снять и оставить личные вещи. Это первое. Второй момент, на который тоже нужно было обратить внимание. Организатор, который осуществлял проверку металлодетектором. Что предлагал делать участнику, у которого сработал металлодетектор? Показать. Показать. Будущим наблюдателям экзамена предстояло пройти путь школьника в день экзамена, найти ошибки в работе организаторов и сказать, как нужно было действовать в той или иной ситуации. Также учителям предложили отработать в нештатной ситуации, например, отключение интернета при распечатке заданий, опоздавшие на экзамен ученик или звонок телефона во время ЕГЭ. Для меня, как для руководителя ППЭ, очень важно создать при работе ППЭ комфортные условия для сдачи экзамена учащихся. Потому что для любого ребенка это стресс. Наша задача создать комфортную обстановку. Поэтому то, что сегодня проводится практическое занятие для руководителя ППЭ, что позволит ликвидировать нештатные ситуации или минимизировать их, это, безусловно, скажется и на удачном процессе проведения экзамена. Выпускникам, которым предстоит сдавать ЕГЭ в этом году, важно помнить, что за запрещенные предметы или действия наблюдателям предстоит оформить протокол на нарушителя, аннулировать бланк с ответами и удалить с экзамена. Напомним, что официальную информацию по государственной итоговой аттестации можно узнать на сайте Министерства просвещения Российской Федерации.